Микс Ньюс. Ну что, время как раз, время советов Магачек. Ирина Магачек, российский психолог, у нас сегодня в студии. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Олег Пека. И сегодня Елена Михайлова, организатор всевозможных мероприятий, тоже у нас с нами. Здравствуйте, соскучилась по всем. Большая компания, ну и тема очень живая, интересная. Я думаю, что многие будут и звонить, и можно... Если есть возможность, можно делиться и своим опытом, и спрашивать, и смело задавать вопросы, 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, потому что тема сегодня обман. Мы говорим про обман только мужчин или мужчины, женщин тоже могут? И мужчин, и женщин. Более того, я еще расскажу про разные психотипы людей, кто как реагирует. Ну, давайте определимся действительно сначала с тем, что мы подразумеваем под обманом, и можно ли там легкое какое-то там, не знаю, недоговаривание считать, что тебя обманули. Ну, вот мы сейчас сидели с Леной, рассуждали, и она говорит, я выявила свою формулу обмана, поэтому, может быть, да, вначале скажут мои оппоненты, а потом я скажу такую, ну, усовершенствованную формулу. Я вот сидела, думала, анализировала, что есть обман, да? То есть всегда же важна причина, почему человек поступает так или иначе. И я поняла вот для себя одно, что обман – это некая защита от последствий правды. А что по этому поводу думает психолог? О психологе думают следующее. Она такая очень, может быть, усовершенствованная, как бы, формула обмана. Ну, мы ее потом постепенно раскроем, и вы скажете, что да, действительно, это очень объемное понятие, и многогранное, и вообще для каждого свое. Итак, традиционное определение обмана – это когда человек думает одно, а говорит и делает другое. Вот. И кажется, очень все так вот очень просто, но на самом деле сейчас я начну раскрывать, какие виды обмана существуют, и начну с того, что вообще кто такая милая Золушка, которая любимица детских сказок. Она вообще наивная, извините, дурочка, да, которая вот ничего не говорила о себе, и тем самым интриговала принца, и он уже фантазировал, кто она, что она. Или в современном свете мы бы сказали, что это вообще никто иной, как пикаперша, которая абсолютно точно заполучила мужья принца. Ну, это такая мысленная раздумья. Итак, обман бывает нескольких видов. Прежде всего, начну с того, что есть обман на минус. Что это значит? Это когда люди скрывают о том, кто они, что на самом деле они из себя представляют, какие материальные ценности у них есть, потому что не хотят быть, это очень дурацкое слово, но его используют люди, быть использованными. Потому что каждый хочет быть идентити, интересный сам по себе, и уж точно, чтобы его любили, ценили не за его статус, положение, материальные блага какие-то, может быть, там, уровень образования, квартиру, машину. То есть никто не хочет быть использованным. А разве это не является как бонус к тому, что вот человек, он такой есть, мы же все равно за что-то любим и ценим, а не просто, ну, как бы некий скелет пустой. Все равно должно быть что-то нанизано на этот скелет. И если есть образование, если к этому образованию прикладываются все остальные бонусы, достоинства, разве это неплохо? И совсем же это не использование будет. И яхта, трехэтажный особняк. Пусть и яхта, особняк. Нет, я не против. Ну, на самом деле, очень много мы знаем известных людей, которые прикидываются, маскируются. Да, например, наряжаясь как бомжи. Да, или вообще абсолютно не используя никакие фразы. Или играя в кубики, как наши общие знакомые. Да, и в данном случае обман ли это или не договорились. Вот смотрите же, это классическая история из «Москва слезам не верит», когда оскорбленный, что да, как ты могла мне не сказать, что ты вообще директор завода вообще? Я думал, что ты там у станка стоишь. Да, да, да. Здесь, конечно же, обман на минус сыграл отрицательную роль. И в данном случае человек посчитал, что если с первых секунд знакомства он получил вот такой вот, ну, я не знаю, на него земля упала, можно сказать. Он потом сколько-то дней пил беспробудно. Но он же сам спровоцировал этот обман, по сути, да? Конечно. Он уже обозначил некие рамки, вот за которые… Вот то, что я и говорила, что такое обман, это защита от последствий правды. Она же понимала последствия правды, ей пришлось, но это же обман был во благо. Ну, а может быть, она подумала, ну, начнем встречаться, там видно будет, и узнаем друг друга по-бому. Тоже жилья. И в данном случае здесь мы можем как раз говорить об обмане и обмене. Окей, если у человека есть какие-то блага, ресурсы и так далее, ты можешь их дать с одной стороны и, допустим, взять что-то с другой стороны. Ну, например, менеджер и какой-то творец. Я тебе, допустим, я зарабатываю деньги, говорит мужчина, да, бесконечно, а ты давай придумывай наше путешествие, наш досуг и так далее. То есть обязательно вот этот вот обмен должен существовать, всегда подумая о том, что можешь дать ты и что ты бы хотел взять взамен. Дальше существует обман на плюс, когда, наоборот, все хотят понравиться, боятся, что просто, вот как Лена говорит, чистый голый скелет не будет никому интересен, и начинают так его нафаршировывать. В джаде только девушки, вот это абсолютно противоположная история, вот когда в «Смерлин Монро» герой Тони Кертиса представляется миллионером, хотя он на самом деле просто безработный, можно сказать, почти музыкант. Действительно, да. Начинают обманывать в каких сферах? Начинают обманывать про должность, про образование, про материальные ресурсы, вот у меня столько-столько-столько. Сейчас очень популярно обманывать про публичные связи, то есть о том, с кем я знаком, а вот этот у меня родственник, а вот этот мой знакомый, а вот с этим как бы невзначайно. А вот тут лучше как раз пойти на минус, чтобы тебя не использовали, да, вот мне кажется, в этом вопросе. И, конечно же, очень часто обман на плюс из этических соображений люди приукрашают себя внешне. Ну, вспоминаем песенку про туфельки от определенного бренда, да, когда девушке кажется, что если она будет в туфельках определенной группы другого бренда, то, возможно, она не будет интересна сама по себе. Очень мне нравится фильм, в котором играет Рената Литвинова и Михаил Ефремов про любовь, по-моему, сценарист Дуня Смирнова. И там Михаил Ефремов знакомится с молодой студенточкой, которая там случайно врезается в него на велосипеде. Вы не смотрели сюжет этого? Это просто про современную Золушку. Это изумительный фильм. И, в общем, почему-то у него возникают какие-то сомнения. Действительно ли это девочка бедная, студенточка, у которой там живет в общежитии, и вот она с чистыми намерениями, этой чистой любовью, а его предыдущая жена была Рената Литвинова, психолог. Он ее вызывает и говорит, я тебе заплачу очень крупную сумму, если ты, в общем, рассекретишь в нее эту девушку. Они ее прямило усыпляют, и Рената Литвинова в буквальном смысле начинает заглядывать ей в рот. Так, говорит, виниры стоят столько там. Так, волосы нарощенные, натуральные, стоят столько-то. И, то есть, выясняется, что эта девушка вовсе не такая белая, бедненькая, наивная студенточка, а там вложено как минимум полтора миллиона рублей. То есть, современная Золушка. Современная Золушка, да, действительно. Мы поняли, о чем речь, да? Вот, а иногда обман из этических соображений бывает таким шокирующим, когда один начинает шокировать другого, например, каким-то необычными хобби или, допустим, какими-то своими специфическими личностными чертами. И здесь я процитирую, одну секунду, свой любимейший фильм, который называется «Лучшее предложение» с Джеффри Рашем, когда он был экспертом по картинам на аукционах и потихоньку себе, значит, картины там приобретал, как жулик, да, авантюрным путем. И чем его цепляет девушка? Она становится еще большим интровертом, чем он. То есть, она вообще не выходит из помещения. И он через это влюбляется. Ну, и, конечно, я рекомендую всем посмотреть этот фильм. Обман высшего пилотажа. Но при этом есть любовь. Обожаю этот фильм. Я недавно его пересматривала просто. Кстати, вот по поводу связей социальных, вот тоже я обратил внимание в сериале «Би Хэппи», там герой Александра Паля, вот когда он едет с девушкой, чтобы произвести на нее впечатление, он узнает, что ей нравится группа каста, и он якобы набирает участника каста, а на самом деле это его просто приятели ему отмечают, как бы по громкой связи, на сложно там, да, у них уже разработана целая схема, вот как можно произвести на девушек впечатление. Вот, ай, ну, конечно, мы там знакомим, знакомы эту семью, и девушка уже просто вот с открытыми глазами готова просто упасть к его ногам. Вот так на наивных и бюджетах. Да, да, да. А вы же помните, я говорила, что в современной линейке, так сказать, потребности человека на первом это совместные интересы, а на втором публичные мероприятия, то есть желание везде поучаствовать, на этом форуме, на этом кинофестивале, на каком-то модном показе и так далее, и люди прям хвастаются этим. Выйти в свет. Не какими-то, да, своими достижениями личностными, а что я вот и там, и вот там, и вот там, это уже своего рода как рекламная одежда какая-то для человека. Этим грешат сейчас абсолютно все. Ну, в общем, этому посвящены социальные сети. Поэтому большинство людей, каких популярны? Именно те, которые показывают свою публичность. Еда и дети вообще не очень особо кого интересуют. И так далее. Но я хотела бы, друзья, рассказать вам о том, что есть все-таки у нас разные психотипы людей, если вы помните, и совершенно по-разному на обман реагируют разные люди. А что такое вообще, если определить, что такое обман? Потому что если ты, как бы, глядя в глаза, откровенно врешь, это, понятно, откровенный обман. А если ты что-то просто вот молчишь и какую-то информацию утаиваешь от человека, это считается обманом или нет? Это вот, опять же, таки все зависит от психической реальности своего человека. И сейчас я вам расскажу, какие есть разные психотипы людей. И вот именно от психотипов... Что такое психотип? Это стратегия поведения человека на основе какой-то базовой эмоции. Всего у нас восемь. Я очень быстро пробегусь, не буду усложнять, да, тут теории какой-то. Итак, смотрите, первый психотип – гипертим. Это люди, у которых базовая эмоция – радость. Они будут врать везде, всем, причем считают это правдой. Например, спроси гипертима, умеешь ли ты ездить на горных лыжах? Он скажет, да, конечно. Хотя он глаза не видел. Да, когда ты в школе. Ну что, на какую горку едем? А, едем, и едем на красную трассу, и он едет, на первой же кочке падает, русский мат на всю гору и так далее. Мы же тебя спрашивали, ну да, я думал, что я умею и так далее. Гипертим, у которого базовая эмоция – печалька, то есть противоположность. Этот всегда будет врать, что у него хуже всех, зарплата ниже всех, болезни самые серьезные, и все это в его жизни плохо, и все лучшее уже было когда-то давно. То есть он будет врать в эту тему. Прибедняться, так сказать. Следующий психотип – эстероиды, у которых базовая эмоция, игра, интерес. Это такой театр одного актера. Все политики, бизнес-коучи, крутые преподаватели, очень многие телеведущие, они все эстероиды. Так вот, эстероид, поскольку это театр одного актера, он искренне верит в то, что он врет, более того, верят еще все окружающие, потому что он несет эту идею. Это фактически актер по жизни. Актер по жизни. И он вживается в эту роль, и он искренне верит, что в его жизни вот таким вот образом происходит. Но это шизоиды не имеют отношения. Не-не-не, про шизоидов я отдельно скажу. Дальше. Радикалы – это люди, у которых базовая эмоция – гнев. Это все вот бизнесмены собственного бизнеса, серьезных проектов и так далее. Эти будут врать исключительно про бизнес, про высокий статус, про то, что вот такие проекты – один, второй, третий и так далее. Про личную жизнь чаще всего они не врут, потому что там они аргументов не очень много имеют. Дальше. Эпилептоиды. Это люди, у которых базовая эмоция отвращения. То есть когда гневаться неприлично. Это финансисты, банкиры. Вот. Им нет и врать нельзя. Это вообще такие правдолюбцы, причем они требуют правду и по отношению к себе, и сами говорят тебе правду, даже очень неприятную и нежелательную. Поэтому вот эпилептоиду врать точно нельзя, потому что у него такие стратегические схемы. Он тебя вычислит вот в пять секунд. А как вычислить эпилептоиды? Эпилептоиды – это человек, у которого все под контролем, все по плану, все должно быть запланировано. В отпуск тогда-то, с такого-то по такое-то. Вот такую вот сумму мы тратим в этом месяце. Совершенно недавно у меня данная консультация. То есть такой пепелептоид в мелочах, да? Да. По-другому эпилептоид называется еще педантичный психопат. Психопат не как психопат, да, ненормальный, а просто такой вид характера. Совершенно недавно у меня был в консультации молодой человек с девушкой в семейном консультировании. Так вот он записывает, у него журнал идет дома, бухгалтерскую книгу, он записывает, сколько он потратит денег ей на чулочки в следующем месяце. Я, конечно, слушаю. А вы знаете, она нормально. Она говорит, да нет, меня это как раз не раздражает, а вот крошки на столе, которые оставляет его мама, из-за этого они решили развестись. Ну, ладно, продолжаю дальше. Тревожно-мнительные люди, у которых базовая эмоция тревога. Эти вообще... Вот этим лучше врать, мне кажется. Наоборот, эти врать не будут, потому что им-то врать. А как они называются? Тревожно-мнительные так и называются, да. Этого я говорила. Это целые нации. Французы, швейцарцы, японцы, которые вечно тревожатся, говорят о стрессе, о давлении и так далее. О том, что они умрут, и на самом деле живут лучше всех и дольше всех. Вот они врать не будут, потому что, а вдруг вскроется? На чем попал президент Америки в свое время? Лучше бы он сразу рассказал, что он там делал с этой Моникой Левинской. А то он вначале сказал нет-нет-нет, а потом да. Так бы сказал сразу да, но пожурили бы и все. Вот эту неправду, особенно... Контрига-то затянулась тоже. Да, так он под присяглый, да. И никто не простил ему это. А, например, французский президент, да, он открыто сказал, что вот да, у меня такие отношения, так еще и женился, да, своей, в общем-то, любви. Шизоиды. Это такие люди с расщеплением, это самые главные креаторы. То есть все, что изобретается в этом мире, изобретают шизоиды. А пиарят, рекламируют и стероиды. Так вот, шизоиды, у них вообще нет правды. А где она? У них сразу несколько параллелей. У них сразу несколько смыслов. Вот ты им сегодня одно говоришь, завтра другое, и он даже не видит у тебя, потому что он сам расщеплен. И в тебе этого не видит, поэтому для него это все абсолютно нормально. Конечно, приукрашивая, можно и доиграться. В итоге ты, например, рассказываешь, что я умею хорошо готовить или еще что-то, дальше тебе нужно где-то показать это. Глядишь, придется и курсики закончить какие-то, а потом, может быть, и втянешься, и уже начнешь и понравиться. И понравится, да. Вот. Так что вот такие психотипы. Есть ли сразу, вот я хочу сказать, люди, которые не врут? Вот, эпилептоиды. Это люди, у которых вот контроль, тревожно-мнительные, тоже не врут. А они, в принципе, очень схожи, да. Просто там немножко возрастная фиксация разная. И вот эти люди не обманывают вообще. Поэтому иногда бывает крайне неприятно, потому что они тебе прямо в лицо заявляют, например, эпилептоиды, говорят. – Ты, конечно, очень красивая девушка. Но вот сегодня что-то, вот ты, наверное, как-то не очень хорошо выглядишь. Наверное, ты ведешь нездоровый образ жизни какой-то. Тебе нужно срочно поменять что-то в своем режиме. Это что? Как совет? Это как благо или как оскорбление? Ну, вот эпилептоиды такие. И я рассказывала. Пригласи, если хочешь испортить праздник, пригласи эпилептоида. Он будет кушать салатик и говорит, как вкусно. Но вот моя мама готовит лучше. И так далее. То есть, они не врут. – То есть, получается, как будто бы хорошие манеры и правдолюбие несовместимо между... То есть, получается, что ведь мы все врем где-то, как-то. – По сути, наверное, не бывает людей, которые не врут. И вот опять же, если ты что-то недоговариваешь, это считается враньем или нет? – Ну, вот смотри, недоговариваешь у эстероидов – это нормально. Недоговариваешь у эпилептоидов – все. Если ты не рассказал детально, где и с кем-то, ты, например, сказал, да, я пошел обедать, и потом выясняется, что Лена пошла обедать с Олегом, а не только с Ирой. То вот здесь может быть просто ужасный скандал. А для других психотипов Лена же правду сказала. Она пошла обедать с Ирой. Ну, Олег так и за компанией, в общем-то, тут оказался. – Ну, подождите, это вот ситуация опять, по-моему, из фильма, где предлагалось жилье в тихом районе и нескандальными соседями. – Да-да-да-да. – Вот эта сторожка на кладбище там, да. То есть получается вроде бы враньемое. – Враньем? – А это называется фрейм, рамка. То есть как ты подашь материал. Например, это семантический смысл, семантика. То есть вот, например, того же самого, ну, например, можно назвать шпион, а можно назвать разведчик. Можно назвать революционер, а можно назвать террорист. То есть вот меняем рамку, меняется смысл. – А давайте я вам лучше расскажу вообще, когда обман полезен. Вот когда точно нужно врать. Вот сейчас… – Внимание! – Сейчас мы записываем. – Лайфхаки, да, от Ирины Богачик. Итак, первая и важная тема, я буду очень корректна, где обман, ну, крайне необходим бывает иногда, это секс. То есть ни в коем случае нельзя рассказывать о своих предыдущих партнерах, как там у тебя было, что там у тебя было. Каждый партнер исключителен. Ты можешь только именно с этим говорить, мне вот это приятно, или вот как-то движениями показывать, да, но точно не говорить. А вот тот вот предыдущий, вот знаешь, вот он, давай попробуй, вот он мне делал тут, а тут, давай попробуем. – А 68-й? – А 68-й? – Вот. А вот. Конечно же, не нужно рассказывать о каких-то случайных связях, желая поделиться, вот быть откровенным, я же такой откровенный или такая откровенная. Категорически нельзя. – То есть партнер не должен быть подружкой? – Абсолютно точно, да. Нельзя рассказывать о количестве партнеров, как бы тебя ни пытали. То есть это та информация, та цифра, которая не должна произноситься никаким образом. и когда тебя, например, спрашивает твой партнер в одну сторону или в другую, ну, ты что, меня обманишь и скажешь, что у тебя не было отношений для меня? Да, отношения были. Лайфхак сейчас. Да, отношения были. Они были длительными, серьезными, но у нас с тобой новая история и новый день, новая пища. Все. Да, были, да, были серьезными, но что там было и как там было, ничего больше не говорим. Дальше следующие. – Есть же вот те, кто с ума сходит, совсем недавно читал историю безумную совершенно, по-моему, женского журнала, когда мужчина не мог вот никак посмириться, ну, то есть он понимал, что кто-то был, и он настолько комплексовал, что он поехал куда-то, значит, специально в клинику, чтобы поразить вот с какими-то достоинствами. И вот это в результате вот его какая-то маниакальное желание вот именно быть лучше, чем какие-то вот мифические… – Всех предыдущих. – Да, всех предыдущих привели вот буквально к разрыву отношений именно из-за того, что у него это было пунктиком. – Ну, действительно, человеческая психика стремится к завершению. И некоторым людям, вот эпилептоидам, им, конечно же, вот нужно все досконально, но все-таки дозируйте. Вот сейчас я говорю о той теме, которую вот категорически нельзя освещать. Вот хоть он убивать тебя будет, не говори, какое количество партнеров у тебя было. Да, были отношения, да. Я дальше скажу, какие темы нужно точно, сто процентов проговаривать. Но у нас с тобой новая история. Дальше. Следующая тема касается страсти. Это про девочек. Мужчинам они не смогут здесь слукавить. Ну, то есть мы понимаем физиологию мужскую. А женщинам уж точно не нужно рассказывать, что что-то не получилось. Раз не получилось, два не получилось. Хотя бы, если ты хочешь быть с этим человеком, но, значит, покажи, что тебе приятно. Покажи, что тебе приятно. Ну, никто не позарится на фригидность. То есть это такой момент, который он может… Все же мужчины, я тысячу раз говорила, божественные сыны, они хотят быть идентичным, лучшим. А тут вот раз неуспешный, два неуспешный. Ну, конечно, он пойдет доказывать эту успешность где-то в другом месте. Потому что, ну, иначе у него будут комплексы. Либо он вообще перестанет с тобой заниматься интимной близостью. То есть вот вообще этого не будет. И третья тема, она очень характерна тоже для девушек. Пожалуйста, врите про тещу и свекровь. Например, ваша мама просто, ну, вот ужасная. Она лезет во все дела. Ну, скажите, что… Да, моя мама, ну, вот она немножко чрезмер такая вот заботливая, внимательная. Ну, ничего, как-нибудь справимся. Не надо прям напрямую говорить, что будь готов, наша мама будет с утра до вечера у нас дома проверять, что у нас в кастрюлях и вообще, как разложены вещи в нашем шкафу. И, конечно же, мужчине, мы помним, у него одна проекция «Женщина – это его мама». Даже если она тебе не нравится, ну, найди хотя бы что-нибудь, за что можно было бы похвалить эту женщину и сказать, да хотя бы за то, что… Какое счастье, что твоя мама родила тебя. Да, да, и ты мой мужчина. Вот, Лен, ты читаешь мои мысли. А я читаю мысли нашего звукорежиссера, который показывает, что пора нам сделать небольшую паузу, после чего мы вернемся в студию. Микс Ньюс. Продолжается программа «Советы Богачек». Ирина Богачек у нас российский психолог сегодня в студии. Вы можете задавать вопросы, звонить 67212-939-67213-939. Елена Михайлова также с нами в студии. И Родион Золотарев у нас звукорежиссер. Да, но вот мы еще не закончили, по-моему. А у меня вопрос вот такого, скажем, женского характера. Сейчас мы знаем, что времена, ну, где-то искусственных тел, искусственных лиц и прочее, все понимают, о чем речь. Это считается обманом или нет? Вот это вот как раз четвертая тема, где сто процентов нужно врать. То есть ни в коем случае не рассказывать про то, что посмотри, посмотри, какие мне прекрасные грудные импланты сделали. А вот раньше вот у меня была попа вот такая, вот сейчас такая. Или вот на его комплименты о твоих прекрасных волосах. Снять парик. На самом деле у меня в терапии вот реально был случай психологической импотенции у мужчины, потому что женщина во время интимной близости вот так вот сняла с себя хвост, ну и в порыве. Бедный мужчина. Мужчина, ну, в общем, все. Ну, правда, быстро мы сняли у него этот шок. Дорогая, предупреди сразу, что еще ты сейчас отстегнул? Так, тема становится интереснее, но мы все держим под контролем. Да, вот здесь точно действительно нужно врать, ну, во всяком случае хотя бы и не договаривать, потому что, ну, кстати, тоже один смешной случай у меня был. Одна барышня, она была замужем, и она накупила много дорогих вещей, интерьерных, и не знала своему мужу, как сказать. Вот, и в итоге она пришла и говорит, ты знаешь, я поняла, в чем дело. Это я вот волосы нарастила, это вот у меня, говорит, чужая энергия, поэтому я надела глупых дел. Молодец, красавица. За здоровую голову нападу. Звонок у нас есть, да, мы попросим надеть наушники наших гостей. Здравствуйте, добрый день, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, добрый день, я даже не знаю, это будет у меня вопрос или комментарий, я вот слушаю гостью и понимаю, что в какой-то момент что-то вот не смогла удержаться, чтобы не позвонить, и как-то очень приходится мне искать приемлемые выражения, дабы высказать свое, в общем-то, в каком-то роде возмущение по поводу советов, да, например, про интимную сферу, что, то есть вы нас призываете притворяться в кровати, когда к нам попадает мужчина, который, ладно, бог с ним не умел, и его можно чему-то научить, да, но есть мужчины, которых в принципе мало интересует, что с ним чувствуют его женщины, и тут, значит, вы предлагаете, ладно, я ваши советы не послушаю, но других женщин, значит, притворяться и показывать, как он восхитителен, и оставаться перманентно неудовлетворенной в сексе, потому что, в общем-то, он даже не знает, что у него не все в порядке, и вот так вот получится, что в очередной раз с ним расстанутся, и он, в принципе, опять не поймет, потому что все притворяются, так несчастненькие, вообще-то к нему неуважительно, да, он так несчастненький же называется и помрет, не зная, что он ни одной женщине не заставил удовольствия, да, вот к чему вы нас призываете. Хорошо, спасибо, да, вот такой. Благодарю вас за комментарий, вы знаете, мой учитель, академик Дмитриева, она, в общем-то, один из самых крупных сексопатологов в России, не только в России, она говорит о том, что все люди разные, и кто-то кому-то подходит, а кто-то кому-то нет. Вот представьте, может быть, этот мужчина только один раз с вами в вашей жизни, а вы нанесете глубочайшую травму этому человеку, и то, что он не подошел вам, вовсе не значит, что он не подойдет к какой-то другой женщине. Но вот, может быть, не совпало, не случилось, вот не подошли вы друг к другу физиологически, эмоционально, ментально, потому что влечения первичны, и здесь, возможно, влечения не было, а в другом случае они будут, и люди просто будут улетать друг от друга в восторге. И я в данном случае говорю лишь только об одном, чтобы мы не нанесли боль человеку. Может быть, вообще это его тело боли, а мы туда еще, понимаете, сутки подсыпем. И я понимаю, что это как раз речь идет о каких-то первых отношениях, чтобы вначале не использовать, потому что понятно, что уже там с третьего, с пятого раза будет ясно, твой человек или нет, и там уже, наверное, какой-то момент истины наступит, и можно просто сказать, ну, извини, дорогой, вот как-то не сошлись характерами, чтобы опять же человека не ранить. Это то, что я увидела и услышала. Конечно, конечно. Ну, вообще говорят, раз не раз, и два раза не раз. То есть, если у вас уже история развивается, и вы вместе, вот здесь уже любая проблема может проговариваться. Но вначале мы можем просто советовать нашему партнеру, пожалуйста, а мог бы ты сделать вот так, или мне вот это было приятно, и так далее. Может быть, женщина сама еще не знает до конца свое тело. То есть, вариантов такое огромное количество. Еще раз повторяю, я лишь о том говорю, чтобы мы не нанесли травму человеку. Спасибо, да, это тема. Хороший комментарий, прекрасно. Ну, и теперь, наверное, все-таки мы должны перейти к моменту, где все-таки врать нельзя и вообще категорически. Давайте, да. Есть ряд тем, которые лучше сказать сразу, что называется. Иначе ты окажешься сам в некрасивой ситуации. То есть, опять же, в начале пути неких отношений. Да, вот прямо с самого начала. Да, прямо с самого начала. Может быть, еще даже до первого свидания, до передачи мы делали. И еще раз повторю, секс, вот я там сказала, только что точку поставила. А где нам точно нужно говорить правду? Первое. Это говорить правду о детях. Вот что у тебя нет детей или что у тебя много детей, вот лучше это проговорить сразу. Потому что, ну, как бы отношения не развились, ну, в общем-то, это все равно невозможно будет. Да, ну, если только там не какие-то трагические истории, когда дети на другом континенте, и это потом выясняется спустя длительное время, но и это тоже будет конфликтом. Дальше, безусловно, нужно рассказать о своих бывших браках. Не бывших любовниках, а браках. Да, что я была замужем, потому что дальше, вот до смешного, до смешного, действительно, ты не рассказал, вот прям в зале бракосочетания люди расходились у меня, потом приходили в семейную терапию. Девушка не рассказала мужчине, что она была замужем дважды в Америке, кстати. Всего, всего лишь. Всего лишь. И вот они приходят в дворец бракосочетания, все, свадьба, и он там... А девушке 16 лет, всего лишь дважды в Америке. Вот, нет, там другая история. Там мужчина вот этот вот, который должен был стать мужем, он мусульманин был. Вот, и вы представляете, вот это вот он увидел, она в положении, кстати, уже была, когда они расписывались, и он увидел, что там в паспорте два штампа. Он даже не за себя испугался, а за родственников своих, что вот такую вот информацию, ну, она от него скрыла. Я думаю, что эта девушка тоже предполагала вот эти опасения, и опять же, вот по той моей формуле, да, то есть она обезопасила уже себя. Кстати, история, по-моему, совершенно реальная о самом, наверное, честном мужчине в мире. Это король какой-то африканской страны, сейчас я боюсь соврать, Судана или какой-то другой, который для того, чтобы, ну, вот он выбирал себе девушку на ночь, и специально юристы оформляли брачный договор, который расторгался на рассвете. То есть девушка получала за это, как бы, ну, при разводе, ну, то есть это все оформлялось как браки. То есть самые короткие браки были, суточные называются. Суточные браки, то есть он абсолютно честно вот вступил в брак, развелся и оставлял девушку там с какими-то... Я думаю, что там очередь из невест была. На самом деле есть достаточно известный российский бизнесмен, который поступает так же, и я только знаю двух девочек, которые были у него на контракте. То есть это не только... Фамилия, значит, не будет. Я так понимаю. Да. Итак, следующая тема, которой нужно сразу коснуться. Если у тебя есть больные родственники, требующие ухода, и ты, например, за ними ухаживаешь, то есть они никуда не денутся, дальше у твоего партнера будет возникать вопрос, а куда, например, ты все время уезжаешь или уходишь, тратишь куда-то, да, деньги и так далее. Вот это нужно проговорить сто процентов. Дальше нужно... Ну, советуют, но я не знаю, вот этот совет, может быть, вы, мои друзья, скажете, что вы не согласны. Рассказать о своих серьезных тяжелых заболеваниях. Но мне тут же вспоминается чудесный фильм «Сладкий ноябрь» с Шарлистерон и Киан Врисом. Да, они были всего месяц вместе, но, наверное, это та история любви, которые шли каждый в своей жизни, и скажи она в самом начале ему, да, в своем серьезном заболевании, а он как раз, он был эпилептоид, если вы помните, да, это вот все детально, скурпулезно и так далее, то есть абсолютно непробиваемый, безэмоциональный и так далее, а в итоге он попал в такую прекрасную любовь. Да, она закончилась быстро. Вот, нужно рассказать о вероисповедании. То же, сколько людей доходят в буквальном смысле до мордобития, когда, ну, вот смешной случай, моя подруга замужем за мусульманином, он иорданец, и вот он за столом, а она такая хорошая девочка с пионерским детством, сама всю жизнь пионервожатая, потом старшая пионервожатая, и вот он поднимает рюмочку за их короля, я уже забыла, как его зовут, этого Иорданского, она говорит, не буду я пить за твоего короля и так далее. Он говорит, ты позоришь меня перед друзьями. Она говорит, я вообще ни в твоей вере, ни в твоей стране, и не буду вообще придерживаться никаких твоих религиозных праздников, это у тебя там такое, а у меня совершенно другой. И вот здесь вот эта несхожесть вероисповедания, традиции и так далее. Нужно уважение, если ты этого человека принимаешь и любишь, то нужно уважать. Именно. Он же уже в этом, ты же об этом знаешь. Так вот, а с самого начала нужно вот эти моменты проговаривать. А он православную пасху отмечает, вот сразу вопрос. Так, дорогой, я сейчас ничего не знаю. И основная тема, конечно же, это о планах на жизнь. То есть вот ты вступаешь в отношения, ну вот смысл жизни твой какой, вот тебе для чего нужен партнер? Для ведения бизнеса, для создания семьи, то есть может быть ты просто хочешь, ну, любви на время. А, например, твой партнер уже домыслил, додумал, хотя все может поменяться. А как же ты определишь вначале, это ты не поймешь, потому что, может быть, мы же все равно все встречаемся, ну, для того, чтобы на каких-то эмоциях, все равно время все определить. А вот знаешь, девушка один раз встретилась, вот мы барышни этим отличаемся, девушка один раз встретилась, и она уже начинает практически фантазировать, какие внуки будут, да? А молодой человек, я вам говорила, что сейчас вирус современного времени, люди боятся, молодые люди, мужчины, вступать в отношения, потому что боятся быть оброшенными, боятся быть растворенными, то есть что меня не будет, да? И заикаренными, может быть. Да, сейчас, мне кажется, такое время, что девушки стали настолько самодостаточные, что они порой тоже этого боятся. И свою свободу, и свои права выбора и желания они очень ценят. Потому что мужчины, они же сразу начинают, так дорогая, куда? А она уже привыкла жить вот так, ей так удобно, потому что она любит этот мир, эту жизнь. А вдруг у кого-нибудь, ну вот у одного из партнеров возникают планы, ну не знаю, поменять работу, уехать куда-то работать, ну то есть у него планы связаны, например, ну покорить Голливуд, то есть уехать там, а у второго парня, например, наоборот, он хочет работать в этом городе небольшом, и ему никаких перемен в жизни не нужно. Вот прекрасно, Олег, да, вот мы именно о таких планах и говорим, потому что кому-то достаточно стабильное место в одной какой-то конторе на всю жизнь, дети, котлеты с гречкой и так далее, это хорошо, а кому-то этого мало, ему нужен полет, ему нужны смены действительно пространства, возможно, стран, идеи каких-то и так далее. И здесь вот начнутся несовпадения, и пары расстанутся. Временная история. Да, да, вот, ну а есть еще ряд тем, где можно приврать безболезненно, но здесь уже каждый выбирает сам для себя, вообще, ну как бы, будет он лукавить, или я очень люблю слово лукавить, не обманывать, а лукавить. Ну, например, можно легко приврать на тему, что вы совсем недавно расстались и еще залезываете раны, потому что, ну уж точно на свидании не нужно рассказывать, что я вот еще не отошел от предыдущих отношений, у меня там болит и так далее. Ну, человеку, который пришел с вами встречаться, он пришел с вами встречаться, а не с фантомами ваших бывших и так далее. Мне кажется, об этом вообще даже упоминать не стоит, это ты уже третьего начинаешь, в общем-то, притягивать свои отношения. А многие считают, что если я вот сейчас расскажу об этом, будет определенная степень доверия и так далее. Ну, в данном случае мы все это проговаривали в теме нашей первого свидания. Дальше. Ну, в общем-то, можно тоже, наверное, несколько промолчать, что вам от отношения нужна помощь финансовая. Что, например, у вас сейчас негде жить, да, и в общем, вы ищете сейчас человека. То есть, пришел на свидание с чемоданами, ну, в общем-то, а почему ты с чемоданами? Ну, я не скажу, почему. У меня есть подруга, она юрист, ты ее тоже знаешь, вот она каждый раз, она говорит, это у меня паттерн по поведению у нее, к ней мужчины, через неделю после знакомства приходят с вещами к ней пожить. Она говорит, да что ж такое? Вот, ну, правда, потом достаточно длительные промежутки времени, они там живут вместе. Дальше. Не стоит точно говорить о том, что вы одномоментно встречаетесь сразу с несколькими людьми. Ну, а вообще вот все сайты знакомств, они об этом. И, конечно же, тоже, какое огромное количество, я слышу претензии, люди в семейную терапию приходят и говорят о том, что, а вот мы с ней познакомились на таком-то сайте, и все, мы уже встречаемся, вы представляете, а она или он, да, он, например, там, не убирает свою вот эту вот страничку, что, значит, он еще кого-то пытается подыскать, значит, я его не устраиваю, что мне с этим делать и так далее. Когда я ему говорю, пожалуйста, убери, он говорит, ты вторгаешься в мое личное пространство, ты претендуешь на мою свободу, ну и поехало-пошло. Вот, поэтому сайты знакомств, они, с одной стороны, огромную, да, помощь оказывают, но в то же время и вызывают массу каких-то вопросов и недовольствий. Но, с другой стороны, действительно получается, что если он в поиске, то есть он собирается проводить дальше кастинг, то есть, ну, как бы, я понимаю, что, наверное, неприятно другому человеку чувствовать, что он в данный момент соревнуется с кем-то. Ну, с третьей стороны, мы все разумные люди понимаем, что человек всю жизнь соревнуется с кем-то, потому что окружающий кастинг, ну, вне стены никто не отменял. И какая разница, будь то какой-то сайт знакомств, либо ты вышел на улицу, вот тебе уже сайт знакомств. Поэтому мне кажется, что вторая половинка всегда должна быть разумной. И понимать, что он не один на этой планете, и она не одна. Или я не права, друзья? Ну, как-то так звучит очень пессимистично в отношении, мне кажется, института брака, который как будто бы придуман для того, чтобы уже поставить жирную точку. А наоборот, оптимистично, потому что нужно каждый день работать над собой. Безусловно. В браке ты или не в браке, ну, это мое личное убеждение. Люблю очень фразу, что ничего нет постоянного, и времени и постоянного. Однозначно. То есть, если ты считаешь, что все, вот ты там вышла замуж за принца, да, и можешь больше ничего не делать, это глубочайшая ошибка. Каждый день ты должна узнавать своего партнера и давать ему какую-то информацию о себе, что-то новое. Я уже говорила, кормить не просто едой, а кормить информацией, кормить энергией успешности, да, поддерживать его и так далее. И тогда каждый новый день – это уже не устоявшаяся какая-то жёсткая система твоего брака, а каждый раз что-то новое. И ситуации разные. Сегодня он работает, завтра ты работаешь, а ты, например, не владеешь никакой профессией. И говоришь, ой, да я никогда в жизни не работала, на спинку легла, лапками, значит, замахала, да. Ой, пойду-ка я лучше другого поищу. Ну, что ж поделать. Иди поищи. Ну, и как многие женщины, да, они начинают почему-то распускать себя. Хотя мне кажется, что если ты, ну, состоялся у тебя брак, это не значит, что твой муж теперь ослеп. Правильно? Ну, многие, видимо, считают, что это так. Единственный момент, который действительно можно, может быть, на время промолчать, но долго промолчать не удастся, если ты влюбился. Вот любовь, она оправдывает всё. То есть, может быть, брак очень долгий, там, 10 лет, 15 лет и так далее. Да даже год, какая разница, да. Но если ты влюбился, вот здесь нужно суметь найти в себе силы сказать своему партнёру об этом. Потому что, да, 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 сейчас я говорю. Потому что, ну, иначе ты и сам заболеешь, да, отказавшись от своей любви. И, возможно, твой партнёр узнает потом это. Ну, то есть, это вот такая тема, она очень такая музыка, музыка щекотливая. Да, еще у нас звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Ваш вопрос. Здравствуйте. Я, похоже, единственная сегодня звонящая. Да-да-да, давайте. Да, насчёт за это знакомств. Вот сейчас я вас слушала, мне подумалось, что мог бы быть хороший такой выход, когда встретившаяся пара договаривается, что там в течение какого-то времени, месяц, два, три, как бы мы не снимаем свои анкеты, но тогда уже нам надо будет принимать какое-то решение совместное, что мы делаем дальше. Вот, мне кажется, это было бы таким каким-то подходом, возможно, ведущим к какому-то, ну, или продолжению, или какому-то логическому пониманию, что происходит. Спасибо. То есть это взаимное договоренность. Да, спасибо. Ну, то есть обговориться заранее. То есть, в принципе, тогда это получается честно. То есть начинают встречаться, но он предупреждает. Ты знаешь, вот пока я не уверен в наших отношениях, я тебе честно предупреждаю, что, скажем, вот еще месяц... Партнер может оскорбиться. Вот, например, скажи мне такое, ну, вот, я не знаю, даже несмотря на то, что я там... Сейчас мы вычислим психотип быстро. Но я помимо этого еще, да, и девушка. Вот точно, да, я не хочу себя чувствовать овощем на рынке. Давай вот на время. Ты убираешь анкету, пока вот мы с тобой в нашем пространстве, я убираю анкету. Мы попробуем. Кстати, да. И вот если у нас, пусть это две недели будет, если не получилось, слушай, ну, никто тебе не запрещает снова разместить. Но здесь и сейчас есть ты и я, не надо никаких фантомов, даже потенциальных там невест или женихов и так далее. То есть, ну, это наше пространство разрушает. Помните, я говорила, отношения, вот, к ладошек, нельзя туда ставить никого третьего, даже потенциальных. Поэтому здесь вот как раз договоренности не работают. Ну, у нас еще звонки. Здравствуйте. Пожалуйста. Доброе утро. Здравствуйте. День, не важно. Мне кажется, что если муж или жена или партнеры еще даже не зарегистрированы, интересны друг другу, то автоматически они уйдут с этого сайта знакомства. Вам не кажется? Спасибо. Конечно, вы абсолютно верны, да. Спасибо. И тут вопрос. Как вы относитесь к многоженству и многомужеству? Откуда эти тенденции? Тенденции, конечно, исторически культуральные. И, безусловно, вот мы и сказали, что сразу нужно сказать о вероисповедании. И если это в традициях твоей нации, твоей культуры, это будет. Это будет. И, а ты, например, совершенно другой религиозной конфессии и культуральной, и вдруг тебе твой супруг говорит, ты знаешь, что с нами будет жить еще одна как бы… Младшая жена. Младшая жена, да, даже нет. 65-я младшая жена. Но огромное количество русских девушек замужем за арабскими мужчинами в Эмиратах, и они действительно одни из… По определенным причинам. Это другая история. Там не многоженство, а там жена и мама присутствуют. Вот это вот тоже вот совершенно недавно у меня вот в консультации. Он просто маму рядом с собой, вот мужчина не разъединяет себя. И он говорит, она меня обманула, потому что когда она пришла в семью, она видела, что рядом со мной живет моя мама. Я ее не обманывал. И мне как раз понравилось, что она приняла вот эту нашу систему ценностей, что рядом со мной моя мама. Из Ташкента я недавно приехала, там тоже младший сын живет, обязательно родители живут вместе. Это традиции. И вот мы договаривались. Я говорю, ну а что же делать? Он говорит, пусть тогда уходит, мама не уйдет никуда. Стали разговаривать с девушкой, а она говорит, бесит меня, что крошки на столе оставляет его мама. Я говорю, давайте делать две кухни. Договорились до того, что он сказал, я буду сам готовить, а она будет приходить и убирать. И тогда она уже убирает как бы не за его мамой, а за ним. То есть мы поменяли вот эту самую рамку. Поэтому если у вас возникают вопросы в семейном консультировании или относительно любых проблем, пожалуйста, приходите. Кстати, да, был вопрос такой, как можно к вам попасть на консультирование. Ну всегда в день эфира, еще два дня после я доведу прием. Или на Фейсбуке можно найти. Или на Фейсбуке, да. Спасибо огромное. Время, к сожалению, закончилось. Советы Богачек программы. Ирина Богачек, Елена Михайловна сегодня были в студии. До новых встреч. Сейчас мы узнаем точно, в какой день и когда будет новая программа. Да, спасибо. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok